Это наше детище, мы его сделали своими силами. Катюша называем позывной Бабайка, потому что командир нашего Педрождиеву позывной Бабай. Ну что здесь? Четыре трубы, ступица с КамАЗа, для того, чтобы это все дело вращалось. Два рычага гидравлических. Этим поднимаем вверх, этим плавненько опускаем. Это право-влево. Таким образом мы наводим орудие. Вот прицел, панорама. Выставляется это орудие, получаем цель, наводимся, и огонь. Значит, дальности до 20 км, в зависимости от вида заряда. Вот он, как устроен, можете посмотреть. Вот у нас есть стартовый двигатель, здесь находится. Вот. Заряды все разные. Есть осколочные, я же говорил уже, есть и фуласные. И уже отбираем по целям, какая цель, какой снаряд и берем. У нас на расчете 4 человека. В салоне выведены кнопки. Пульт управления, скажем так. Вон, коробочка. Мы сейчас все под напряжением, трогать ничего нельзя. Ну вот, синенькая мы включаем. Подается ток, подается на нашу установку. Потом по очереди вот 4 включателя. Первая ракета, вторая, третья, четвертая. Отработали, навелись, с кабины отстрелялись, попрыгали. 7 минут и мы уехали максимум. Больше там находиться нельзя. Вот крайний раз, когда велся с него огонь, с этой установки, мы уехали, и через 13 минут туда был прилет. Но нас там уже не было. Идея родилась, потому что нужно что-то делать. Наш батальон, он не имеет на вооружении ничего серьезного. А где взять, никто нам ничего не даст. Вот решили вот такое вот сделать, чтобы как-то активизироваться. Делали с нуля. Были только трубы и все, и машина. Все остальное придумалось по ходу. Придумывались сами. Перевели кучу бумаги, кучу чертежов. Это достаточно добротный материал, который, вот видите, как он сварен. Площадки варились в Харькове. Все остальное варили здесь уже, на нашем батальонном Рымбате. Просили знакомых, родственников, волонтеров. Привозили вот эти вот цилиндры, вот эти шланги. Покупали за свои деньги все это. И получилась вот такая вот штука. Ну, чтобы вы понимали, это все обошлось в районе 50 тысяч гривен. Самый дефицитный – это трубы. Это орковские. Когда они отступали, видать, в попыхах, забрали. Они просто валялись разобранные. Они были, некоторые были сгоревшие, кривые, покрученные. А некоторые вот что удалось отобрать. Они достаточно в хорошем состоянии. Мы их почистили, внутри именно, чтобы было все четенько. Больше пока у нас нету труб. Тут можно их наставить больше. Но пока нет. Будем надеяться, что будет. И прицелы, панорама. Уже было все готово, панораму с трудом нашли. Ну, куда стрелять? Стрелять-то можно, а куда ты попадешь? Без панорамы ты никуда не попадешь. В направлении этого мало. Нужно точечный. Ну, это, понятно, не «Хаймерс», но надо понимать, куда стрелять, а не просто так выпить. И 93-я дала именно еще специалистов, которые стандартные грады, заводские. Они еще нам именеметчиков поднатаскали. И нас по точности ничем не уступает заводским установкам. Наша цель и наше божание, чтобы их было таких на батальон штук пять. Тогда нас признают, и дойдут нам задачу, и дойдут нам цель, и все. Работать мы хотим, желаем и будем. Продолжение следует...